Трезвый десант продолжает свое шествие по населенным пунктам Хангаласского района. В этот раз активисты трезвенческого движения посетили Покровск. Там, в райцентре, напомню, с 1 февраля были введены ограничительные меры по продаже алкоголя. Сюжет Виолетты Засимовой. Акцию «Трезвый десант» проводит Управление госалкогольконтроля Республики. Вместе со специалистами управления в наслега выезжают врачи, активисты трезвенческого движения, психологи, специалисты по работе с молодежью. В программе «Трезвого десанта» значатся игра дебаты на антиалкогольную тематику для учащихся старших классов, семинар для педагогов и специалистов администрации, встречи с родительской общественностью и многое другое. Движение «Трезвого десанта» начал Хангаласский ЛУЗ. Я слышала, что было до нас еще в Техтюре. И также мы охватили Исидскую школу, когда мы ехали в Олегвинск. И сегодня мы находимся в Покровской гимназии. До этого мы побывали в Покровском колледже и в школе номер два. Как уже было сказано, в этом году «Трезвый десант» прошел в селах Техтюр и Актемцы. В скором времени жители села Техтюр собираются принять закон о полном запрете розничной продажи алкоголя. А в селе Актемцы его уже приняли на последней сессии Илтумен. В республике набирает обороты так называемое «Движение трезвых сел». Более того, оно начинает брать города. С 1 февраля в городе Покровске начало действовать решение депутатов городского совета по ограничению продажи алкоголя в радиусе 300 метров от социально значимых объектов. Конечно, Госалкоголь-контроль республики только приветствует подобные решения. И сейчас в республике нет районных центров, которые приняли бы полный запрет. И Покровск вполне может стать пионером, то есть первым в этой области. Свободных от алкоголя территорий становится все больше. И сейчас в республике 124 трезвых села. А это практически одна пятая от общего количества сел в Якутии. На данный момент по количеству трезвых сел лидирует Намский Улус – 13 населенных пунктов. Хангаласский Улус занимает пока что четвертое место. Здесь полностью сухой закон введен в шести селах. Виолетта Зосимова, Александр Ирков, НВК Саха, Хангаласский Улус.